Театральные художники Серебряного века, часть 2. Рерих Николай Константинович Значительную часть творческой биографии Николая Константиновича Рериха занимает сотрудничество с театром. С 1905 по 1944 год с некоторыми перерывами художник работал над оформлением оперных, балетных и драматических постановок. Они получили сценическое воплощение в театрах Петербурга, Петрограда, Москвы, Парижа, Лондона, Чикаго, Филадельфии и еще многих других городов мира. Произведения театрально-декорационного искусства Рериха хранятся в отечественных и зарубежных государственных участках собраний. Они экспонируются в музейных залах и на выставках. Первый театральный опыт Рериха пришелся на 1907 год. Создатели старинного театра в Петербурге Николай Евреинов и Николай Дризен поручили ему оформить спектакль «Три волхва». Критики дружно ругали постановку, но однако валили декорации. Позже, по заказу Дягилева, Рерих оформил для русских сезонов князя Игоря и Псковитянку совместно с художником Александром Головиным и Константином Йоном. Еще одной работой Николая Рериха для Дягилева стал балет Игоря Стравинского «Весна священная», о которой композитор вспоминал. Я занялся работой с Рерихом и через несколько дней план сценического действия и название танца были придуманы. Пока мы жили там, Рерих сделал также эскизы своих знаменитых задников, половинских по духу и эскизы костюмов по подлинным образцам из коллекции княгини. К началу постоянного профессионального сотрудничества с театром Рерих был уже сложившимся с живописцем, обладающим своим почерком, имеющим собственные взгляды на искусство. Обращение Рериха к театрально-декорационному искусству обусловлено тягой художника монументальным и декоративным формам. Кроме того, сцена позволяла реализовать присущее Рериху стремление к синтезу искусств. «В театральных работах, так же как и в монументальных стенописях, для меня было всегда нечто увлекательное», – признавался художник. В работе над оформлением спектакля Рерих обращался только к наиболее близким ему музыкальным и драматическим произведениям – Римского-Корсакова, Бородина, Стравинского, Мусоргского, Вагнера. Работал над эскизами к пьесам Ремезова, Островского и других. Воснецов Виктор Михайлович Виктор Воснецов для театральной сцены работал мало, однако его эскизы к «Снегурочке» Александра Островского стали новаторскими в отечественной сценографии. Сначала Воснецов оформил домашний спектакль в усадьбе Савва Мамонтова в Рамцево. К слову, Воснецов не только исполнил декорацию, но и сыграл роль Деда Мороза. Илья Репин был боярином Бермятой, а сам Савва Мамонтов – царем Берминдеев. Через три года Воснецов повторил оформление «Снегурочки», но уже для московской частной оперы Савва Мамонтова художник вдохновлялся древнерусским зодчеством и народными ремеслами. Вот как писал об этой постановке критик Владимир Стасов. Воснецов сочинил все костюмы и декорации, в том числе палату Берминдееву. Это истинные шедевры театрально-национального творчества. Никогда еще ничья фантазии, сколько я способен судить, не заходило так далеко и так глубоко в создании архитектурных форм и орнаментистики Древней Руси – сказочной, легендарной, пылинной. Все, что осталось у нас в отрывках бытовых о древней русской жизни, вышивках, лубочных рисунках, пряниках, деревянной древней резьбе – все это соединилось здесь в чудную, несравненную картину. Для любования и изучения не только художника, но и всех, развертываются здесь широкие, далекие горизонты. Билибин Иван Яковлевич Иван Билибин известен в первую очередь своими книжными иллюстрациями к русским сказкам и былинам, но проявил он себя и как театральный художник. Среди его работ – балетная сюита «Русские пляски». Об эскизах костюмов в этой постановке он писал. Был ли красив этот костюм? Он был великолепен. Бывает красота движения и красота покоя. Взять хотя бы наш русский танец. Мужчина пляшет, как бес, охватывая головокружительный по быстроте коленца, лишь бы сломить величавое спокойствие центра танца – женщины. И она почти стоит на месте, в своем красивом наряде покоя, лишь слегка по воде кричали. Он оформлял фуэнте авихуно «Лопе де Вега» для старинного театра, золотого петушка Николая Римского-Корсакова и аскольдового могилу Алексея Версовского для частного Московского оперного театра «Зимина». Руслана Людмилу, Михаила Глинки и Садко Николая Римского-Корского для театра «Народного дома» в Петербурге. Как и другие художники начала XX века, Билибин работал для русских сезонов в Париже, участвовал в оформлении оперы «Борис Годунов» и танцевальной «Сюиты пир». В эмиграции Билибин декорировал постановки русских опер «Царская невеста». Князь Игорь Борис Годунов в театре Елисейских полей и оформлял балет «Жар-птица» Игоря Островицкого в театре «Колонн» в Буэнос-Айресе. Бенуа Александр Николаевич Первой театральной работой Александра Бенуа стало оформление одноактной оперы «Месть Амура» в Эрмитажном театре в 1900 году. Через два года он уже работал над грандиозной оперой «Гибель богов» Вагнера на сцене Мариинского театра, а затем над балетом павильон «Армиды» Черепнина, которому он к тому же написал либретто. Игорь Грабарь писал о художнике. У Бенуа много страстей, но из них самая большая страсть к искусству. А в области искусства, пожалуй, к театру. Он самый театральный человек, которого я в жизни встречал. Не менее театральный, чем сам Станиславский, чем Мерхольд. В Европе Бенуа прославился благодаря участию в русских сезонах Дягилева. Он оформил балеты «Цельфиды», «Жизели», «Соловей». Но лучше всего ему удались декорации к балету Стравинского «Петрушка», которому он также написал либретто. Бенуа много работал и со Станиславским в Московском художественном театре. Он оформлял пьесы «Мольера» «Мнимый больной» и «Тартюв» «Хозяйку гостиницы Гальдони». Станиславский так вспоминал художника. Бенуа оказался очаровательным. Он слушает, охотно идет на всякие пробы и переделки и, видно, хочет понять секреты сцены. Он прекрасный режиссер-психолог и великолепно и сразу схватил все наши приемы и увлекся ими. Очень трудолюбив. Словом, он театральный человек. В эмиграции Бенуа работал в Парижском театре Гранд-Опера, где создал декорации к поцелую феи Игоря Стравинского. Редактор субтитров А.Семкин Судейкин Сергей Юрьевич Первые работы Сергея Судейкина в театре, как и у многих художников его времени, стали возможны благодаря сотрудничеству с Саввой Мамонтом. В театре-студии на Поварской он оформлял смерть Тентажиле Миттерлинка. Впоследствии он работал и на другой пьесе Миттерлинка, «Сестра Беатриса», о которой Александр Блок писал. Точно эти случайные зрители почувствовали веяние чуда, которым расцвела сцена. Мы узнали высокое волнение, волнение о любви, о крыльях, о радости будущего. В новом драматическом театре Судейкин сделал декорации для Цезаря и Клеопатры под началом Федора Комиссаржевского. В малом театре он оформил балеты «Лебединое озеро», «Превал кавалерии» и «Тчетная предосторожность». Дягилев привлек Судейкина к оформлению послеполуденного отдыха Фавна, Клода Дебюси и весны священной Игоря Стравинского, а также трагедии Соломеи, Флорана Шмидта. В миграции Судейкин был сценографом кабаре «Летучая мышь» в Париже и работал в метрополитен-опере в Нью-Йорке. Субтитры создавал DimaTorzok